Привет, меня зовут Аша, и с помощью своих внутренних, других внутренних «Я» я расскажу, как проходить собеседование. Итак, позвольте ей представить Маше, Ксюша и Катя. «Всегда помни, не работа выбирает тебя, а ты выбираешь себе работу». Работая в пункте по выдаче документов, скажем так, я не раз замечала, что люди даже заходить правильно не умеют. «Можно?» «Можно?» «И чё, Паячевиха? Ты меня, что ли, собеседовать с тобой не шею?» «Здравствуйте, могу я пойти?» «Также нужно уметь правильно и, главное, сдержанно сесть». «Проходите, присаживайтесь». «Нача устала с Касапетой задаваться в вопросах». «Ну, расскажите немного о себе». «В резюме ведь всё указано». «Что касается вопроса, рассказать немножко о себе, никогда не нужно реагировать, как сделала это Маша, Маша без обид. «Многое из резюме у тебя спросят просто для того, чтобы проверить, правду ли ты указала. Это самый простой способ попросить человека рассказать что-то, что уже есть в резюме. Поэтому адекватно реагирую на подобный вопрос». «Ну, родилась я в себе плохозная. Детство у меня было шикарное. Первое, что я помню, как я у одной из заплющиков мячик отобрала». «Что же касается моей юности, то было весело. Школа и закончила. Вот я тут не пошла, что там делать, правда, прекрасно? Ешь, куда у нас всех слабачек. Убирала у них парней. Парни у меня пятки, ага, ага. У вас интересуют мои профессиональные качества или личные?» Блин, поясню. Профессиональные – это непосредственно относящиеся к твоему карьерному росту. Это твое образование, очное оно или заочное, специальность, какие-то курсы, которые у тобой были закончены и так далее. Качества, относящиеся к работе. Пунктуальные, ответственные, неконфликтные, усидчивые. Слепой метод набора текста, знания ПК, личные – это какие-то твои собственные личностные хобби, интересы, личные качества. Например, коммуникабельная, душа компании, веселая, любительница третий анекдот и так далее. «Назовите, пожалуйста, свои недостатки». Я ленивая, замкнутая себе, трудно обучаемая и еще боюсь людей. Какие твои недостатки? Ты посмотри на меня, красавица. Посмотри, какие сережки специально для тебя наняла. Достинья, перед тобой идеал. Какие недостатки нам, а? Чё ты с вами просто дебильный, задавай, нормальный. А, чё там дальше? Я не сапогу. Да, у меня есть недостатки, но на работу они никак не повлияют. Скажите, пожалуйста, почему вы вышли с предыдущего места работы? Меня сократили. Начальница у меня, веришь, нет? Ще идиотка! Чей я тупости буду слушать? Ну и свалила, ну, лесом. Никогда, никогда нельзя плохо отзываться о своей предыдущем месте работы в общем и о коллективе в частности. Неважно, кто это, твоя напарница, начальник отдела или директор. Никаких конфликтов нельзя о себе рассказывать, когда устраиваешься на работу. Это закон номер один. Понимаете, не полностью всё устраивало на предыдущем месте работы, но дело в том, что там нет никакой возможности карьерного роста или какого-то, ну, саморазвития. Я проработала там пять лет. Я рассчитаю продвигаться дальше, искать себя в чём-то ещё, развиваться в конце концов, пробовать что-то новое. Назовите желаемую заработную плату. Сколько бы вы хотели получать здесь? 10 тысяч. 10. 50 тысяч. Платишь? 15-15 тысяч рублей. Всегда нужно называть ту зарплату, которая чуть-чуть побольше предыдущей. Иногда бывает ловушка. Могут попросить объяснить, почему именно такая зарплата, а не какая-нибудь иначе. В таком случае нужно просто всё разложить по полочкам. Например, 15 тысяч, да, мы хотим получать. Объясняем, что 8 мы будем платить за квартиру. 2 тысячи, ну, это просто наше накопление. 3,5 тысячи на продукты, на еду. 1,5 на всякие бытовые мелочи. Стиральный порошок, зубная паста, заколочки, в конце концов. Вот и выходит как раз 15 тысяч. Заметь, всегда нужно называть не конкретное число, а какой-то диапазон с разрывом в 2-3 тысячи. А только ли вы собираетесь у нас работать? Ну, минимум 3 года. Тихо. Знаешь, ты мне будешь платить за так, сколько я прошел. Я вообще всю жизнь тебя пахать, первоктором буду. Это тебе Ксюша сказала. Признаться, мне затруднительно ответить на данный вопрос, не поработав в коллективе, не поняв, насколько интересные задачи будут передо мной стоять в работе. Но я очень надеюсь, что останусь здесь надолго. Пожалуйста, расскажите о своих достижениях на предыдущем месте работы. На самом последнем, пожалуйста. Ну, какие же достижения? Я просто свою работу выполняла и все. Тихо, наконец-то нормальный вопрос. Ну, значит так. Я у всех соседских девчонок на районе. А отбил всех парней, все мои были. Правда тебе говорю. Короче, а еще больше всех, сука, я на танцполе выдерживала. Больше всех. До самого утра. Да. Больше всех могу жвачку жевать. Буду спать четыре дня подряд. Ну, я стала успешнее выходить из конфликтных ситуаций. Я освоила кассу. И благодаря тому, что я учитывала запросы потребителей, в соответствии из-за этого у нас увеличился объем продаж, что хорошо повлияло на репутацию магазина. Стижение – это не только какие-то награды или увеличение объема продаж. Если, допустим, предыдущее место работы был магазин, например. Это какие-то приобретенные качества в ходе работы. Ну, например, освоение компьютера. Что вам известно о нашей компании? Прежде чем идти на любое собеседование, не поленись. Посмотри в интернете информацию об этой компании. Благодаря интернету это не должно составить для тебя никакого труда. Почему вы хотите работать именно у нас? У меня работа, потому что нужна. Я хочу вас работать, потому что вы уже много лет на рынке. Это говорит в пользу вашей стабильности. Помимо того, я считаю, что это очень приятно, что вы находитесь близко к моему должности. Данная должность именно вашей компании, так как она очень высоко котируется. Она полностью соответствует моим внутренним стремлениям, интересам. Каким вы представляете себя через 5-10 лет? Ой, работающий здесь, имеющий мужа и двумя детьми. Ну, в идеале я вижу себя на более высокой должности в этой же компании. Вы человек должен развиваться, верно? И бывает я себе визжила со стабильным заработком, интересная работа и приятного коллектива. У вас остались какие-либо вопросы ко мне? Нет. Да понятно, понятно, что так не понятно. Ты мне скажи, ты мне 50 тысяч платить будешь? Нет? Нет. Нет, вы все прекрасно объяснили. Спасибо. В таком случае мы вам позвоним, как только примем решение о вашей календаре. Всего хорошего. До свидания. Ну, вот и все. Я надеюсь, я смогла тебе чем-то помочь. Боюсь, я осветила не все подводные камни собеседования, которые могут постучаться, но, думаю, к основным вопросам, ведь я подготовила удачи на собеседованиях. Желаю тебе найти работу своей мечты и заполучить ее без каких-либо проволочек. Пока.